ему отстояться. Опустите в него яйца и варите 10-15 минут вкрутую. Если отвар крепкий, цвет яичек будет красно-коричневый. Можно окрасить яички лоскутками линючей ткани. Лоскутки можно нарезать так, чтобы они образовывали какой-то рисунок. Чтобы в кастрюльке лоскутки не отстали, яичко вместе с ними заматывают в белую тряпицу. Варить также 10-15 минут. Можно окрасить яйца и чернилами. Затем событие переносит нас в Гефсиманский сад, где происходит великое борение человека, Бога-человека, в преддверии своих страшных страданий. Как Бог, Он знал, что Ему предстоит испить эту чашу. И за этим Он и пришел в мир. Ради этого Он и воплотился, чтобы искупить человека от греха, страдания и смерти. Но как человек, Он страшился этого. И весь ужас предстоящего предстал перед Ним. Затем начинается страшные часы, когда Сын Божий предстает перед священниками Анны и Креафы, перед Иродом, перед Пилатом. Бывает поругаем, биен, и затем, после неправильного суда, продается в руки палачей на распятие на лобном месте, называемое Голгуфа. Всем этим событием церковь посвящает день Страстной Пятницы. Это считается самый постный день в году. День, когда Христос был предан за страдания, страдал и умер за нас на кресте. В этот день в церкви не совершается ритургия. В этот день все люди верующие особо молятся. И для них это день траура, день печали, день скорби. Но скорби светлые, потому что вера и упование движут каждым христианинам. Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам от Бога спускаются с неба ангелы. Я знаю это по картинкам. Если бы к нам спустился. Пасха. Так называется кушание, которое присутствует на столе в день светлого Христового Воскресения. Возьмите 2,5 килограмма творога, прибавьте 1 стакан свежей, некислой сметаны, 200 грамм сливочного масла, 2 чайные ложки соли, полстакана, а можно и больше, по вкусу, сахарного песка. Также по вкусу можно добавить и изюм, цукаты, миндаль и лимонную или апельсиновую цедру. Все это перемешивается до получения однородной плотной массы. Затем эту массу утрамбуйте в пасочницу. Форма для приготовления пасхи – пасочница. Издревле они делались в виде усеченной пирамидки, разбирающейся на четыре части. Каждая из сторон с внутренней стороны украшалась резным рисунком и непременными буквами ХВ, а также изображением креста. Пасочницы хранились в семьях и переходили из поколения в поколение. Обычай обмениваться пасхальными яйцами был так широко распространен, что в начале прошлого века была даже издана специальная книга с рассказом о его происхождении. На этих картинках запечатлены игры с пасхальными яйцами. Их катались планочки, и в зависимости от того, сколь далеко оно укатывалось и каким углом поворачивалось, игрок мог судить, сбудется его желание или нет. Подарочные яйца вешали в красном углу под иконой. Особое место среди подарочных яиц занимают фарфоровые. Императорский фарфоровый завод производил их, начиная с 1749 года. Такими яйцами члены царской семьи одаривали не только родных и близких, но и самых разных людей. Эскизы для яиц с изображением святых заказывали у признанных мастеров, таких как, например, Осип Чириков, а для оборота орнамент с богатым русским крестом, таким известным личностям, как архитектор Александр Каминский. Живопись на фарфоровых яйцах следовала за модой. Во второй четверти XIX века на них можно было увидеть репродукции с картин эпохи Возрождения, как, например, уникальное по качеству живописи изображение Мадонны Грандука с полотна Рафаэля. Часто писали виды монастырей. В 1862 году был издан альбом видов Валаама, один из которых точно изображен на яйце. Изображение святого на этом яйце середины XIX века точно заимствовано с росписи Исаакиевского собора. Особенно интересно это яйцо, повторяющее изображение Марии Магдалины Воснецовой. Святая изображена с красным пасхальным яйцом в руке. А на этом образ святого Серафима Саровского, особо почитавшегося в царской семье. Для христосования с офицерами в годы войны предназначались яйца с вензелем Николая II. Такие фарфоровые яйца с вензелем, августейшие сестры Милосердия, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, великая княгиня Елизавета Федоровна, дарили в Пасху раненым воинам. Наступает день Великой Субботы. Сияет суббота преблагословенная, говорит нам Святая Церковь. Вся природа ожидает воскресения Христа. В этот день по традиции многие христиане идут в храм, чтобы за субботним богослужением, ночным, завершить поклонение Святой Площанице. В этот день приносят в храм куличи и Пасхи, а также крашеные яйца, чтобы священник осветил, и чтобы этим люди могли встретить праздник Пасхи, как говорят по-православному разговеца. Кулич – одно из главных украшений праздничного стола и предмет особой заботы хозяев. Сначала поставьте опару из двух с половиной стаканов муки, восьмидесяти граммов дрожжей и третий литра тёплого молока. Когда опара поднимется, сыпьте в неё остальную муку, всего около двух килограммов. Замесите тесто и дайте ему подняться. Прибавьте туда один полный до краёв, а один на три четверти стакана растопленного сливочного масла, 10 яиц, щепотку соли, 200 граммов измельчённых миндальных орехов, три стакана изюма, полстакана сахарного песка. Ещё раз хорошенько вымесите тесто, положите в смазанную и посыпанную мукой форму. Дайте подняться и пеките его в умеренно горячей духовке. Незадолго до полуночи начинается служба, которая называется полуночница, за которой плащаница уносится в алтарь. Царские врата закрываются, и это символизирует закрытие гроба. Весь храм погружается во мрак. И вот ровно в полночь зажигаются светильники, зажигаются свечи, и духовенство начинает петь воскресную песню. И вот с пением этого песнопения духовенство и все верующие христиане выходят из храма и идут с крестным ходом вокруг храма. Крестный ход, это круг, символизирует вхождение в вечность. То есть Христос своим воскресением ввел нас в жизнь вечную, открыл нам двери Царствия Небесного. Приходит крестный ход к закрытым дверям церковным. Двери часто закрывают и запечатывают даже. И здесь священник впервые произносит великие слова. Христос воскресе. На что ему отвечает «Воистину воскресе Христос». Отперзаются двери храма, сжигаются люстры, паникодилы, и священники в красивых одеждах входят в храм и Христосовица со всеми присутствующими в храме. Начинается торжественное пасхальное заутреннее. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звунов, я глядываю за стеклышко. Мреет в моих глазах, чудится мне в цветах живое, невъяснимо радостное, святое. Бог не передать словами. Я прижимаю к груди яичка, и усыпляющий перезвон качает меня во сне. И теперь мы с вами имеем счастливую возможность послужить людям своим благочестивым христианским примером. Пусть в наших семьях будет прежде всего мир, уйдут раски, раздоры, ненависть, зло будет помеждено добром, и мы свет Христового учения, радость Пасхи, пронесем не только к себе домой, но и во весь мир. Там, где мы работаем, где мы служим, там, где мы учимся, там, где мы пребываем. Пусть каждый узнает о нашем христианском празднике, о нашем уповании. Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok